здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства и сегодня поговорим о том как исправить ошибки при выращивании рассады томаты и перцы одни из самых популярных культур в наших теплицах и хороший урожай напрямую зависит от здоровья рассады какие же условия и уход нужен для рассады в первую очередь нужно обратить внимание на качество грунта грунт для рассады должен быть легким рыхлым воздухопроницаемым влагопроницаемым ph грунта для томатов должен быть в диапазоне 6,6 5 десятых для перца 6,2 6,8 ph очень часто грунт для рассады составляется на основе торфа и этот грунт может обладать повышенной кислотностью но так как мы уже посеяли нашу рассаду и не узнали о кислотности грунта рассада развивается плохо как же исправить такой ситуации для раскисления грунта когда уже посеяна рассада можно использовать обычную золу просто возьмите золу и посыпьте по поверхности почву при поливе зола будет проникать в глубокие слои и раскислять наш грунт и рассада будет развиваться лучше кроме того в золе очень большое содержание калия фосфора кальция и других полезных микроэлементов в интернете можно найти информацию что почву можно раскислять с помощью пищевой соды однако я ни в коем случае не советую применять такой способ дело в том что в соде содержится натрий который пагубно влияет на почву кроме того при внесении натрия в почву полезны калий и кальций вытесняется из почвы и рассад развивается плохо поэтому ни в коем случае не используйте соду вторым важным условием для нормального развития рассады является температурный режим в первую неделю после появления всходов нужно обеспечить для томатов определенный температурный режим в дневные часы температура должна составлять плюс 14 плюс 16 градусов в ночные часы около 14 градусов тепла через неделю температурный режим повышает он будет составлять плюс 20 плюс 22 градуса тепла для перца температурный режим должен быть немного повыше днем примерно 24 26 градусов тепла а ночью плюс 20 плюс 22 градуса тепла дело в том что при повышенных температурных режимах рассада крайне быстро растет и вытягивается а это допускать нельзя поэтому соблюдайте температуру в помещении в домашних условиях крайне тяжело регулировать температурный режим в помещении поэтому используйте различные способы можно открывать окна на микропроветривание либо регулировать подачу тепла на батареях еще хорошим способом является укрытие батарей влажной тканью для того чтобы это сделать понадобится большая емкость с водой и большое полотенце полотенце нужно увлажнить и поместить один конец в таз с водой а второй на батарею в итоге влага будет поступать батареи и испаряться помещение будет хорошая влажность которая нужна для хору для нормального развития рассады а также воздух помещение будет более прохладным третье немаловажное условие для хорошего развития рассады это свет при недостатке света рассада вытягивается становится бледной и развивается плохо для нормального развития в обязательном порядке обеспечьте рассаду дополнительным освещением подсвечивайте рассаду 45 дней круглосуточно затем до 14 часов в сутки в течение 30 дней а затем до 12 часов в сутки если у вас нет возможности обеспечить дополнительное освещение то выбирайте для рассады наиболее освещенные подоконники где в достатке будет солнечного света четвертое важное условие для хорошего развития это правильный полив при выращивании рассады почва должна находиться в умеренно влажном состоянии нельзя допускать перевлажнения почвы а также пересыхание почвы для того чтобы не залить нашу рассаду не было замокание корневой системы а значит не было и развития различных заболеваний таких как черная ножка либо корневые гнили в обязательном порядке используйте емкости для рассады с дренажными отверстиями обязательно добавляйте в грунт для рассады разрыхляющие материалы такие как керамзит либо перлит в случае если возникла такая проблема вы перелили рассаду и грунт слишком увлажненный есть несколько способов предотвратить гибель рассады во первых прекратите полив дайте немножко подсохнуть грунту еще одна мера которая может спасти рассаду это насыпать немного перлита по поверхности почвы он как губка впитает лишнюю влагу и рассада сможет выжить таких условиях если грунт переувлажненный значит есть риск развития различных заболеваний в том числе и корневых гнили поэтому если вносили в грунт какие-либо биологические препараты например триходерму либо не проливали грунт фитоспориной фитоспорином не обеззараживали до момента посева семян то после того как грунт наш немного подсохнет пролейте раствором данных биопрепаратов они смогут обезопасить рассаду от возникновения корневых гнили еще одно важное условие для выращивания рассады это обеспечение здоровья рассады борьба с различными вредителями очень часто у наших зрителей возникают вопросы зрители присылают нам фотографии где есть повреждения на листьях рассады и многие по ошибке принимают вот эти пятнышки за какие-либо заболевания но на самом деле очень часто рассаду повреждают вредители такие как трипс на листиках образуются небольшие светлые пятнышки могут быть они белого цвета серого с небольшими черными крапинками и очень часто по невнимательности по незнанию люди принимают это за какие-то признаки заболеваний однако в большинстве случаев это повреждение рассады трипсами для обработки от данного вредителя можно использовать различные препараты в том числе и биологические например отлично справиться с трипсами такие препараты как фитоверм битоксибоцилин и липидоцит они безвредны для растений и для человека если же вы сторонник применения химии можно использовать и другие препараты химические например актора раствором данного препарата можно обрабатывать растения и проливать почву почти каждый огородник сталкивается с данными проблемами при выращивании рассады однако если вовремя заметить различные проблемы с рассадой и своевременно устранить их рассада вырастет хороший и урожай будет отличным спасибо за внимание до новых встреч урожай